МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мой адрес, слава Богу, что у меня еще есть адреса, встреча с двумя женщинами, с двумя актрисами. Здесь, в квартире молодой актрисы Натальи Панины, я встречаюсь с актрисой Валентиной Паниной. В центре города, рядом с Казанским собором, на Казанской улице живет Наталья Панина, актриса Александринского театра, лауреат государственной премии. Валентина Панина, моя давнишняя знакомая и подруга, заслуженная артистка России, актриса Академического театра имени Комиссаржевской. В моей театральной антрепризе в течение многих лет на одной сцене встречались родители и дети. Когда был создан театр имени Андрея Миронова, мы создали программу актерской династии, в которой встречались Алиса Бруновна Френдлих и Бруно Артурович Френдлих, и Валентина Викторовна Панина, и Наталья Вадимовна Панина. Не случайно были в одну программу объединены две актерские династии, потому что Валентина Панина, придя в начале 70-х годов на сцену Алисандринского театра, стала партнершей Бруно Артуровича Френдлиха, и родилась ее первая крупная роль на театральной сцене в спектакле «Элегия», в котором Тургенева играл Бруно Артурович Френдлих. И я попытаюсь сегодня поговорить и с Валентиной Паниной, и с Натальей Паниной о том, как можно уживаться двум актрисам, матери и дочери, без всякого соперничества. А в природе актера это всегда присутствует. Вот как это у них получается, об этом мы сегодня будем разговаривать с двумя замечательными питерскими актрисами. Наташенька, милая моя, я тебя очень люблю как актрису, как дочь моей подруги Валентины Викторовны Паниной, но у меня давно с тобой не было такого душевного разговора. И мне вообще кажется, что в жизни и сценической и бытовой много общего с мамой, да? Она закончила театральное училище малого театра, и ты закончила театральное училище малого театра. Она после окончания училища начала свои первые актерские шаги делать на сцене прославленной Александринки. И у тебя сразу Александринка после окончания училища, даже когда она закончила театральное училище малого театра и уже была актрисой Александринского театра, она поехала рожать тебя в Омск, потому что сама родилась в Омске, и ты могла быть рожденной в Петербурге, но ты родилась в Омске, как и твоя мама, да? Да. Но то, что касается сходств моих биографических скорее с мамой, они верны, конечно. Конечно, Омск, Москва, Петербург, Щепкинское училище в Москве, Александринский театр в Петербурге. Ну, почему Омск? Во-первых, потому что там жили родители. Это был тыл, это была защита, это была надежда и опора наша. Поэтому там мама меня, естественно, и родила, и на какое-то время оставила совершенно спокойно. И бабушка, и дед заменили мне на какое-то время мать-отца. И бабушку я называла мамой, дедушку я называла папой. Был такой период. При этом я, конечно, знала, что есть мама. Мама приезжала в Омск очень часто. Я всегда... А вот они у меня были как две мамы, два папы. И фотография висела мамой, и бабушка мне показывала, что вот твоя мама, вот твоя мама, а я бабушка, а я бабушка. Но они замечательные были люди, и я считаю, что основа моего воспитания – это бабушка с дедом. Вот почему Омск. Расыпайся от такой теплой. Я хочу спать. Я пошлю. Нет, нет, не рано. Не рано, я тебе кофе принесла. Мама хочет проводиться своей дедомой. А-а-а! Это че такая дедуля лежит? Такая голосая? Мама! Такая красивая, такая умная, такая невеста. Был такой момент в нашей, с Наташей, жизни. То, что я брала ее на свои гастроли, чтобы она видела всю нашу работу с изнанки, и все мои муки, и все мои страсти. Нет, я хотела, чтобы она это решила сама, кем она хочет быть. Да вот что я придумала. Мы с ней, дом отдыха, мисс Хор, актерская, дом отдыха, значит, нам давали эту льготную путеху. Здесь с ребеночком можно было. Тебя было лет, наверное, девять, десять. Мы, по-моему, года два туда ездили летом, и я что делала? И я, мы с ней немножечко загорали, но я записывалась на все экскурсии, какие были. В горы, в пещеры, в города, по всему Крыму. И вот мы, значит, все жарятся, все лежат на пляжах, а у нас рюкзаки, у нас, значит, альпинистское снаряжение. Мы, значит, на эту плато Ай-Петри поднимаемся, поднимаемся, автобус нас туда ведет, двухдневные, трехдневные, с ночевкой в палатке, с ужином и обедом у костра, когда мы сами все готовили себе. Спускались в пещеры, спускались 30 метров глубина. Вот я вспоминаю это с таким самовосторгом, телячим абсолютно, потому что я преодолевала в себе страх. Я просто знала, что ребенку нужны сильные ощущения. Тогда есть что вспомнить, и есть что преодолевать. И мы спускались в эту пещеру, в этот колодец. Я первая. Когда меня стало качать из стороны в сторону, я стала стукаться об эти каменные стены. У меня слетел платок, у меня эта самая заколка моя, значит, я поняла, что со мной что-то... Я только одно говорила. Валя, спокойно, до тебя шли, до тебя и после тебя пойдут. И вот это вот моя, так сказать... И потом, я помню, вот полные восторга глаза Наташки, когда мы это дело все преодолевали, потом вылезли оттуда. Полазили мы там очень хорошо и с чувством превосходства возвращались на пляж. Вот я... И мне кажется, что это было верно. Мне бы хотелось все-таки вернуться к общему вопросу, который я тебя спросил, вот твое отношение к новой работе спектакля «Дорога в рай» в нашем театре. Образа Морютки, который получил большой резонанс театральной критики у зрителей, ради которых мы работаем и живем. Вот тема-то вечная, да? Это идея и любовь, что побеждает. Должна победить любовь или должна победить идея. Ради идеи можно предать любовь, растоптать ее, да? И уничтожить идею и быть верным в любви. В общем-то, так об этом рассказ, да? Многие говорили, зачем сейчас советская пьеса, 41-й, кому это надо? Оказалось, что это настолько в десятку и настолько это сегодняшнее. И вообще это тема вечная. Тема войны, тема идеи, тема любви, тема взаимоотношений людей, которые совершенно, ну абсолютно не могут быть вместе, ну никак. И вдруг происходит, и вдруг все остальное уходит куда-то, все не имеет значения уже. Тема космоса, тема Земли, тема арены, цирка, взаимоотношений. И вот так вот все, как-то Влад сумел в этом спектакле соединить, потрясающе. Я не знаю, для меня это, 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 я настолько счастлива, что меня Влад позвал в эту работу, и что он во мне увидел вот это чудовище, которое это существует. Ты что не убегнешь? Так куда же я? Я тебе говорю клятву, давай повторяй за мной. Глянусь, бедным, правда, я. Глянусь, бедный пролетариат. Который за свои права. Который за свои права. Прид Красноармейкой Марии Басовой. Перед Красноармейкой Марии Басовой. Что убечь, не хочу. Что я не хочу убежать. Нет. Что убечь, не хочу. Что я не хочу убежать. Ты что, не понял? Что убечь, не хочу. Что убечь, не хочу. Смотри! Устроили неритуальные бляжки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы тут как бараны ярко мерчите? Что вы тут делали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка остановись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА о твоей дочери и моем сыне, создателе спектакля «Дорога рай». Тебе будет приятно как матери, мне приятно как отцу. Да, мне очень приятно. Ну, а я хочу, чтобы ты не забывал, что существуют другие статьи. Наверное, ты о них слышал. Я взяла с собой. Это «Смена и вечерка». Это журналистки Лия Шиттенбург и Жанна Зарецкая. Жанна Зарецкая, да. Так что вот если они хотели сделать больно, у них это получилось, особенно когда посмотришь на эту карикатуру, которая написана, просто нарисована специально для спектакля, чтобы вызвать определенное отношение у тех, кто прочитает эту статью. Мне тут удивительно. Я считала всегда, что критик, человек, заинтересованный в театральном процессе, в том, что то, что нравится, разные бывают вкусы, по-разному принимаются спектакли. То, что спектакль очень многие приняли хорошо, мне это очень дорого. Но критика всякая полезна и всякая нужна, кроме, вот мне кажется, такой. Ты напрасно это вот делаешь. Это такие вещи надо сохранять просто на память. Потому что у меня такое ощущение, что она воткнула нож и с удовольствием его проворачивает, видя, как человек курчится от боли. Причем тут задето не просто актерские какие-то вещи, а тут задеваются качества женщины, человеческие чувства и ощущение себя в мире. Мне кажется, что это преступно. Это вообще называется... Это даже палач отрубает голову и все. Но когда человек хочет делать жертву больно, это маньяк называется. Мне кажется, что они учились в театральном институте ради того, чтобы унижать актерское достоинство и оскорблять, начиная от великой сцены БДТ, кончая маленькой сценой нашего театра. Другого я не сказать не могу. Ну, во всяком случае, это тоже знать надо. Пройти через это надо. Верить в себя. И любить тех людей, с которыми ты работаешь. Я думаю, главный критерий – это переполненные залы нашего театра. И аплодисменты в конце спектакля. Вот это главное. А не исполнить этих двух девочек. Ой, вспомнил тебя, цариса Амазонская! Ой, пятница моя ненаглядная! Ой, переверну ты мне душу внутреннего жизненного эликсера Элла! Ой, иди, хочу я больше болтаться, подобную бревну по незаказанному образу слоню! Нет, сам еще вижу, что рано мне за книги-то садиться. Поумел, Маша! Поумел! Нет, поумел, нет! Еще пожить надо немножко, зубами поскрипеть, покусаться помолчить, чтобы клыки чуили. Нет, Маша, если мы сейчас все за книги-то засядем, а вам землю-то оставим в полное владение, вы ж на ней такого натворите, а? Пять поколений крыловыми слезами убываться годом! Нет, Машенька! Нет, унища ты моя, Масоцкая! Я сейчас культура на культуру! Да, это уже до конца! Это уже до конца! Это... Это пока! Парус? Парус? Масоцкая, унища ты моя, Масоцкая, спасены! Спасены! Эй, господа! Господа! Переет парус, а не он! Маманево, я голубом! Господа, сюда! Сюда, господа! Переет парус, а где ноги-машенька спасены! Спасены! Парта! Переет парус, а не он! Маманево, я голубом! Молчит! Бах! Честь, ворюка! Офицер! Сорок первый! Офицер! Офицер! Парс! Офицер! ХЁФАННЫЙ ЗВОНОК СТОБАННЫЙ ЗВОНОК СТОБАННЫЙ ЗВОНОК а я знаю, что мама, несмотря на то, что я ее дочь и что она меня любит, она все равно человек очень объективный. Да, а у тебя есть объективность по отношению к ее работе, вот даже фантазии Фарятия, по-моему, она блестяще играет в нашем спектакле. Девочка моя, все будет хорошо. Я тебе клянусь, я из кухни не выйду. Я даже кран открою, тогда вообще ничего не слышно. Я Любе купила билеты на два сеанса, она придет поздно вечером, можешь беспокоиться, вам никто не помешает. Что мы с тобой делаем, скажи. Я тебе клянусь, я буду молчать. Я ни слова не скажу, я только хочу знать. Все-таки я имею право знать, ты мне одно скажи только да или нет и все. Вот только одно слово скажи да или нет и все. Так, все, 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 не нужно снимать комнату, иначе я сойду с ума. Нет, ну ты мне только одно слово скажи. Я одна. Я не буду говорить не эту тему. Я так и знала, я предполагала так. Опять он, опять начались взгляды, разговоры, да? Бегу, бегу! Нет, как только у тебя намечается какой-то злик, какой-то кризис в жизни, он опять привирает тебя к рукам. Я не знаю, может быть он, может быть он великий человек для тебя, злодей. Мама, не смей. Не смей, ты моя дочь. Одну секунду, одну минуточку. Понимаешь, я ведь не буду думать, что это он умышленно уродует твою жизнь, что он сознательно портит тебя. Я же буду думать, что это ты наивная девочка моя, неопытная, глупенькая. Он тебе что говорил? Крептно, я что-нибудь обещал? От тобой смеются все. Смеются, понимаешь, мама. Пойди, открой дверь. Не кричи на меня. Не повышай голос. Вообще не перестану с тобой разговаривать. Я сойду с ума. Это я сойду с ума. Поступай, как знаешь. Но если ты сделаешь эту глупость, я умру немедленно. Верно. Верно, не выдерживай. Все, мне больше нечего делать в этой жизни. Ну все, я пошла, открывай. Ну давай, девочек, в порядок. Я, клянусь, я не уйду из кухни. Ну ты попудрись хотя бы мне. Бегу, бегу. Мне кажется, что ты довольна своей дочерью, да? Ее успехами, ролями, вообще по жизни. Вопрос на засыпку. Мы за все должны быть благодарны за то, что нам дает жизнь. И за хорошее, и за плохое. Все нам дается для чего-то. Я считаю, что вообще, вот, мне кажется, что молодому человеку, молодой актрисе, и мне кажется, что рано говорить об успехе, о каком-то признании. Мне такое, мне кажется. Умница ты моя. Не нужно говорить об этом вообще. Есть путь. Нужно работать. И очень много, на самом деле, ошибок, и очень много промахов, и очень много того, чего я не умею. Поэтому не нужно говорить об успехе, о каком-то там, о том, что там, я всегда очень боюсь этого всего. Я хочу спеть романс. Давай. Бабушка моя, любимая Настенька, Царство Небесное. Прости. Она готовила блинчики. Я знала, там печет что-то. Пахло так. Вот я, значит, спала у нее во время каникул в пригороде Омска. Порт-Артур назывался. И вот через ставни пробивается свет такой, когда вот пылиночки такие солнечные, столбиком такой. Я, значит, часов в семь утра я так глаз открываю. Уже там чувствую светло, тепло на улице, красота. Можно босиком бегать по пыли, там куры уже. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Дедушка с помидорами возится, и бабуленька, Настенька, да, и поет. Прости, звезда, мне спать пора, Но жаль расстаться мне с тобою. С тобою я привык мечтать, Ведь я живу одной мечтою, А ты, прелестная звезда, Порою ярко так сияешь, Что сердцу бедному тогда О лучших днях напоминаешь. Это о молодости. Туда, где ярко светишь ты, Стремятся все мои желания, Да сбудутся мои мечты. Ты, звезда, прости и до свидания. Вот такая прелесть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мой рот тревожно залел, И щелки старой снеговы вели. Но нет греха в его вине, Ушел, глядит в глаза другие. И ничего не снится мне В моей предсмертной леторгии. Но нет греха в его вине, Ушел, глядит в глаза другие. И ничего не снится мне В моей предсмертной леторгии.